И, к сожалению, происходящее сейчас в Дагестане, вот конкретно вот в эти минуты, в аэропорту Махачкалы, к сожалению, я не могу это назвать здоровой позицией антиизраильской или антисианистской. То есть нельзя сказать, так, вы там мирных людей убиваете, теперь мы здесь в Махачкале будем убивать мирных евреев, понимаете, это недопустимо, такого подхода быть не может. А может они приедут в Дагестан и создадут свое государство в Дагестане, как в Палестине, евреи, как беженцы пришли в Палестину 70 лет назад с Европы, их выгнали, а Палестина их поютила и поучила. Происходящее сейчас в мире очень странно, так как мы до этого не при одном обострении на Ближнем Востоке, мы не видели такой поддержки палестинцев по всему миру. Я сейчас говорю о народах этих стран, а не о том, что декларируется их правительством. Понятно, что Соединенные Штаты Америки, Германия и многие страны Запада традиционно высказывают поддержку Израиля. Я говорю сейчас о правительствах. Понятно, что там идет и военная, в основном от Соединенных Штатов Америки идет военная поддержка. Но впервые мы видим такую волну антиизраильских настроений среди людей этих стран. Соединенных Штатов Америки, странах Запада, вообще по всему миру сейчас выходят миллионы людей, выходят на акции протестов, на пропалестинские акции протестов и требуют от Израиля прекратить бомбардировку газа. Почему это произошло? Как получилось так, что Израиль, который до сих пор, все эти годы, десятилетия умудрялся как минимум на западные страны транслировать картинку со своей стороны, так, чтобы люди видели то, что хочет Израиль и поддерживали в этом конфликте Израиль. Как получилось так, что они упустили из-под контроля эту ситуацию? И как получилось так, что произошел настолько серьезный раскол у этих стран между правительственными элитами и народом, что в Гарварде, например, студенты выходят на пропалестинские акции протестов, а профессорский состав преподавательский имеет про Израильскую позицию. И, разумеется, студентов гораздо больше, чем преподаватели, и они не могут понять, что не так, как так получилось, как это произошло. Мы видим, что по странам европейским, там, где даже запрещены акции протестов пропалестинских, например, Германия, или Франция, где сначала запретили, затем высший орган аннулировал этот запрет, то есть запрет был от министра внутренних дел, будем не ладим, печально известный всем нам Дарманен. Он запретил после этого высшие инстанции, отменил этот запрет и сказал, что точечно можете какие-то акции запрещать, но в принципе запретить не можете, противоречит свободе слова, свободе выражения мысли, демократии. И даже в этих странах с запрещенными акциями, все равно люди уходят на эти запрещенные акции, и их тысячи этих людей, тысячи. Пропалестинские голоса звучат сегодня в высших политических международных организациях. Пропалестинские голоса звучат сегодня в правозащитных организациях международных. И это нетрадиционно, это очень странно. Такого раньше никогда не было. Как это получилось? Так устроено, что вот эти вот все международные такие известные СМИ, издания, СМИ, я, конечно, говорю, что он про западный, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон, Пост и наподобие. Они все принадлежат, то есть хозяевами, руководителями в этих редакциях являются люди с произраильскими позициями, настроениями. И поэтому всегда раньше эти издания освещали происходящее на Ближнем Востоке с произраильской стороны. И люди получали эту информацию. А что сейчас пошло не так? Почему люди вдруг настроились против Израиля? Социальные сети. Люди начали получать информацию, вот сейчас на данном этапе истории, люди больше получают информации из социальных сетей напрямую на свой гаджет, чем больше, чем от этих известных СМИ. И на свои гаджеты люди стали получать ужасающие картинки, бомбардировки, последствия бомбардировки газа. Начало, когда 7 октября люди получали картинки атаки Хамаса, как страдают мирные люди, например, как девушка с переломанными ногами, руками лежит на пикапе вниз лицом, ее куда-то увозят, потом рассылают фотографии, кто она, ее инстаграм, ее инстаграм, и люди сочувствуют. Людям это неприятно. Люди не воспринимают, люди отторгают такое, и им, они, конечно, сочувствуют жертве. И поэтому первая реакция была, конечно же, с осуждением Хамаса, это была произраильская такая позиция у людей. Тогда никто не выходил на пропалестинские акции. Но ответные действия Израиля, бомбардировка мирного населения газы, 8 тысяч погибших уже сейчас, на данный момент, по-моему, более 15 тысяч раненых из этих погибших, почти половина это дети, и почти все погибшие это абсолютно мирные люди. Не наберется там даже несколько десятков, наверное, хамасовцев. То есть ответная реакция Израиля, она направлена против мирного населения газы. И вот люди получают, начали получать картинки, как из-под завалов достают детей, как родители хоронят своих детей, как мать стоит над телами убитых своих детей, и поразительную какую-то стойкость показывает. И говорит о том, что эти жертвы, пусть они будут ради палестинского народа, ради освобождения палестинской земли. Понимаете, такие вещи не могут не оказать влияния на умы людей. Когда человек дает интервью после того, как его дом разрушен бомбардировкой Израиля, он дает интервью и говорит, я 40 лет работал для того, чтобы построить этот дом. Сегодня Израиль его разрушил. Пусть это будет жертвой на пути освобождения Палестины, говорит этот старец со слезами на глазах. И люди прямо получают эту информацию из социальных сетей, не из Вашингтон-Пост, не из Нью-Йорк-Таймс, а из социальных сетей. И это оказывает влияние на человека. Он понимает, что это не хамасовец, тот, кто строил этот дом 40 лет. Он не хамасовец. Это не тот человек, который причинил какой-то вред мирным израильтянам. Это абсолютно простой палестинец, житель Газы. И таких, как он, теперь десятки тысяч. Ответная вот эта вот реакция Израиля, она просто неприемлема для людей. Поэтому сегодня огромное количество в этих странах уходят на акции протестов. Антонио Гутерриш, генсек ООН, выступая на совбезе ООН, просто беспрецедентную речь говорит. Он осуждает Хамас за атаку 7 октября. И после осуждения говорит, но она произошла не на пустом месте. И затем говорит, что неприемлема война, причинение вреда мирному населению ни с одной из сторон указывает на то, что вторая сторона Израиль сейчас вредит мирному населению. Израиль, конечно, в ужасе от такого, в ярости, от такой речи. Израильский представитель, он призывает Гутерришу уйти в отставку. Но, казалось бы, да, они ждут какой-то поддержки, другие страны должны поддержать Израиль. Да, их традиционно поддерживает, конечно, США, там еще какие-то. Но опять весь мир, подавляющее большинство стран этого мира, поддерживают Палестину, поддерживают Гутерриша. Или даже если это не поддержка Палестины, прямая, но это призыв к остановке бомбардировки газа, это осуждение Израиля за бомбардировку мирного населения. А это для Израиля, это неприемлемая позиция. Для Израиля вообще неприемлемо, чтобы кто-то сказал, чтобы кто-то осудил действия Хамаса, и после этого сказал «но», и что-то там, какие-то привел доводы. Вот это «но» для Израиля неприемлемо. Для них приемлемо только осуждение Хамаса, и после этого указание на то, что Израиль имеет право на самооборону, что равно Израиль имеет право делать все, что он хочет. Имеет право уничтожать всех палестинцев. То есть они ждут вот такой позиции. И до сих пор, до вот этого последнего кровопролития на Ближнем Востоке, до сих пор у них это получалось. До сих пор у них была колоссальная поддержка. Да, всегда были. Конечно, была резолюция ООН о оккупированных землях, о том, что нужно вернуться к границам 1967 года, о том, что два народа, два государства. Это все было. Но такой поддержки именно во время кровопролития, поддержки палестинцев не было. И такой антиизраильской коалиции тоже не было. Традиционно исламские какие-то страны выступали, конечно же, с поддержкой Палестины и осуждением Израиля. Но западные страны, страны немусульманские, они, как правило, если даже не выступали на стороне Израиля, проявляли абсолютное безразличие. А сейчас все практически страны призывают Израиль как минимум к мирному, к гуманитарному перемирию, к остановке огня. И это неприемлемо для Израиля, который намерен стереть газу с лица земли. Это сейчас им очень сильно мешает. И вот насколько важным оказалось влияние вот этих социальных сетей. Когда с двух сторон вроде бы идет пропаганда. Пропаганда есть и со стороны Израиля, есть она и со стороны Хамаса, со стороны Палестины. Тоже есть именно пропаганда. Не то, когда объективно подается информация, а именно пропаганда, направленная против врага. Она идет с обеих сторон. Но когда человек получает и то, и это, он ведь не в пузыре живет, информационный человек видит, он просматривает и ту, и ту сторону. И все равно вот это вот получение этих зверских картинок, как бы их пропаганда не попыталась преподнести, оправдать, но переварить это и сказать, да, правильно, правильно, пусть уничтожают всех палестинцев, это могут только люди с какими-то там явно анти-палестинскими, имуслово-омскими взглядами. Но большинство людей не такие. Для большинства людей неприемлемо, кто бы это ни был, когда его безвинно уничтожают. И надо сказать, что любая, до сих пор у Израиля была такая политика, что любая антиизраильская критика, антисионистская критика, оппозиция, у них приравнивалась к антисемитизму. Они пытались всегда это делать. Они всегда манипулировали этой темой, манипулировали темой Холокоста. Что если ты не согласен с чем-то, допустим, с политикой Израиля, или в принципе для тебя неприемлемый сионизм, ты его, например, осуждаешь, то они говорили, это потому что вы ненавидите евреев, вы антисемиты. Но на самом деле, конечно же, антиизраильская политическая оппозиция не равно антисемитизм и ненавидность к евреям. К евреям можно относиться нормально, как к любым народам в этом мире, но при этом быть не согласным с тем, что они, с их идеологией, с тем, как они реализовывают там свою государственную политику на Ближнем Востоке. И вот сейчас, если раньше им удавалось как-то проталкивать вот эту идею, если ты против Израиля, значит ты антисемит, то сейчас у них это явно не получается, причем не получается на очень высоком уровне. Если в ООН генсек высказывают вот такие вот критические в адрес Израиля вещи, если сто с лишним государств членов ООН голосует за резолюцию, ну как ее произвали, антиизраильская, хотя это резолюция за прекращение кровопролития, то это значит, что уже произошли серьезные изменения в сознании людей и целых стран в этом мире. И мир, он стал другим. Сейчас не так просто стало контролировать общественное мнение с помощью контроля над СМИ. Теперь для того, чтобы контролировать общественное мнение, нужно контролировать вообще всю сеть, весь интернет. А это сделать, если даже и возможно, очень-очень сложно. Тем не менее, я не могу, я не могу, конечно же, не признать, что проявления антисемитизма, они, конечно же, вот когда такой конфликт разгорается, то и проявление антисемитизма нарастает в этом мире, не без этого. Конечно же, в этом мире есть антисемиты, есть люди, которые, в принципе, ненавидят евреев за то, что они евреи. И понятно, что это для них просто идеальная ситуация, чтобы высказать эту свою антиеврейскую, антисемитскую позицию. И понятно, что они будут пытаться этот свой антисемитизм замаскировать под общим трендом, который под осуждением действий Израиля. Сегодня эти люди будут маскировать свой антисемитизм и ненависть к евреям. И понятно, что это неприемлемые вещи. Ненависть к народу, как таковому, за то, что он принадлежит этому народу, это, конечно же, неприемлемо. И, к сожалению, происходящее сейчас в Дагестане, вот конкретно вот в эти минуты, в аэропорту Махачкалы, К сожалению, я не могу это назвать здоровой позицией антиизраильской или антисианистской. Это все-таки ближе к антисемитизму. И я смотрю эти кадры, как толпа пришла к аэропорту, как они вырываются, то, что они выкрикивают. А если кто не в курсе, туда должен был, значит, прилетел, по-моему, самолет из Израиля. И, как заявляется, это беженцы из Израиля. Я с самого начала не следил за этой ситуацией. Я не знаю, что это за беженцы, почему они решили приехать в Дагестан. Я предполагаю, это, возможно, какие-то выходцы из Дагестана, евреи-выходцы из Дагестана, которые, возможно, переехали когда-то в Израиль. Может быть, они решили вернуться. Я не знаю, как бы там ни было, я точно знаю, что это не Цахал прилетает в аэропорт Махачкалы. Сто процентов. Не Моссад, не какие-то спецслужбы. То есть это не армия, не вооруженные израильтяне прилетают в Махачкалу. Вот это я знаю точно. А если это не вооруженные израильтяне, которые решили прилететь в Дагестан для того, чтобы там кого-то убивать, а это мирные израильтяне, то вот такое отношение, вот эти лозунги, эти выкрики, на мой взгляд, это вещи неприемлемые. Ну да, можно было собраться в аэропорту для того, чтобы выразить свою поддержку Палестине, поднять плакаты, чтобы показать там прилетевшим, допустим, гражданам Израиля, что в Дагестане народ поддерживает Палестину. Окей, я не вижу в этом проблем. Но та идея, с которой там сейчас люди собрались, мы не пустим сюда евреев. Евреев именно. Еще раз говорю, это не Нитаниахо, не Цахал, не кабинет министров Израиля. Евреев мы не пустим. Вот это вот уже все-таки проявление именно антисемитизма, и это не есть хорошо. Я не знаю, откуда у нас это появилось. Я подозреваю, что какие-то силы, провокаторы настроили людей, может быть, дали какую-то левую информацию. Но, во всяком случае, эта картинка, которую мы наблюдаем сейчас из Магачилинского аэропорта, она абсолютно не радует. Она не является правильной. И понятно, что официальная власть в России, она, конечно же, тоже это осудит, скажет, что это неправильно. Но то, как это допустили, вот это явление, что люди прорвались прямо на взлетно-посадочную полосу, то есть снесли какие-то там преграды, двери. И потом я вижу картинку, как, значит, вышел оттуда парень, ну, с самолета вышел парень, он узбек, у него забрали паспорт, ему не верят, что он узбек. Его допрашивают люди, обычные забравщиеся люди, и допрашивают, подозревая, что он еврей. Само по себе это явление является нездоровым. Пытаться кого-то в ком-то там увидеть еврея, это уже ненормально. Люди, опомнитесь. Этот парень, кстати, не оказался евреем. Это врач-хирург узбек. Но даже если он еврей, в чем проблема? У нас что, Кавказ закрыт для евреев? Какова позиция? Позиция, она все-таки против Израиля, против сионизма, против того, что делает армия Израиля в Газе? Или позиция против евреев как таковых? Если это позиция против евреев как таковых, то это антисемитизм. И это нездоровое. И вы, я не знаю, на что вы апеллируете, чем вы руководствуетесь. Я видел, что там вытрихивают религиозные вещи, типа «Аллах, Варквер». Но религия не велит вам ненавидеть евреев за то, что они евреи. Причинять им какой-то вред. Такого нет. Поэтому я, честно говоря, немного шокирован тем, что там происходит. И бездействием российских властей в этой ситуации. Хотя, я думаю, в дальнейшем они... То есть, вот эта вот акция будет иметь последствия для тех людей, кто там был. В любом случае, я думаю, власть постфактом на это отреагирует. Но само то, что они дозволили это, ну, это говорит о том, что там, в принципе, не сильно переживали по этому поводу. Да, кстати, и то, как, опять-таки, пропалестинские каналы, вот как можно отличить пропаганду от какой-то объективной подачи информации. Пропаганда, она одобряет то, что делает толпа в Махачкаринском аэропорту. Но на основании чего? Мы не пустим, там я видел пока, мы не хотим, по-моему, а мы не пустим к себе убийц детей. Такой пока я вижу. Но, я еще раз повторяю, не цахал туда прилетает. Туда прилетают обычные люди. И заявлено, что они являются беженцами. Ислам велит нам, если к тебе приходит беженец, Аллах говорит в Уране, если к тебе пришел даже многобожник и попросил у тебя защиты, предоставь ему убежище, значит, перемести его в безопасное место, чтобы он услышал слово Аллаха. Эти люди официально заявляются, что они являются беженцами. Но если так, то пусть от них сначала въедут. Надо, наверное, понять, для чего они прибыли. От чего они хотят защититься. Мы ведь с вами должны понимать, что Израиль, каким бы там сегодня мощным он не был, жизнь в этом государстве для граждан Израиля не является безопасной. Туда постоянно летят ракеты, там постоянно звучит сирена, и люди постоянно живут там в страхе. То есть, они там, они, конечно, это не сравнится с тем, что испытывает на себе сегодня Газа. Но я имею в виду, в целом, почему люди могут бежать из Израиля и реально являться беженцами, это, в принципе, понятно. Вряд ли будет приятно жить в городах, где постоянно звучит сирена, нужно постоянно бежать в убежище, при этом у людей семьи, дети, дети боятся. То есть, понятно, что люди пытаются оттуда уехать. И они реально в таком случае являются беженцами. В общем, я все-таки призвал бы этих людей немножко опомниться и не действовать с горяча. Мы сами с вами, многие из нас, и чеченцев, и дагестанцев, мы приезжали в эти страны европейские, будучи беженцами, просили здесь убежище, и нам его здесь предоставляли. Ведь по такой же логике нас здесь тоже могли бы встречать с трансферантами, нам не нужны убийцы, люди, захватывающие заложники детей, с отсылкой на Беслан, например. Ведь это тоже могло быть. Однако нас здесь принимали, давали эту возможность. Я думаю, что мы тоже должны давать такую возможность. То есть, объясняю, это больше протест против убийств детей, это то, что накипело в людей. Я все понимаю, я все понимаю, но я не могу это одобрить. Я не могу сказать, что это правильно так и должно быть. Да, я тоже возмущен тем, что там убивают детей. Да, это очень тяжелые кадры. Но отрываться на простых евреев, гражданах Израиля, которые сами ничего туда не выпускали, сами не являются пилотами этих самолетов, бомбящих газу. Те, кто сегодня бомбит газу, Махачкову не приедет в качестве веженца. Он будет бомбить. Здесь сотни тысяч евреев под мобилизацию, добровольно уехали в Израиль, чтобы бомбить газу, чтобы уничтожить газу. Сотни тысяч евреев. То есть, те, кто туда уехали, понятно, что они изначально одобряют это и поехали для того, чтобы в этом участвовать. Но те, кто оттуда убегают, они ведь явно не бомбили газу и не бомбят. Может быть, кто из них даже это и одобряет. Может быть. Но из-за этого предположения мы не можем сегодня причинять вред этим людям. Так, на всякий случай, для тех, кто, может быть, ставит знак равенства, что если еврей, значит, по-любому сионист, значит, по-любому радуется смерти палестинцев, по сути, является вот это и есть антисемитская позиция. Вот для таких людей я хочу вам показать евреев Нью-Йорка, которые вышли на акцию протеста. Посмотрите, вот это вот. Это евреи Нью-Йорка, которые заблокировали главный вокзал этого мегаполиса. Они протестуют против действий Израиля в Газе. Они высказывают поддержку палестинцам. Они требуют, чтобы Израиль прекратил бомбардировку и уничтожение палестинцев. Это евреи. Понимаете, почему нельзя ставить знак равенства? Немало евреев уходят вместе с палестинцами на пропалестинские акции, поднимают палестинские флаги. Это религиозные евреи, ортодоксальные, полностью внешние евреи, когда ты видишь и понимаешь, что евреи вот эти косички на бакен... не косички, а длинные волосы на бакенбардах, шляпы, ну, наряды, понятно, о чём я говорю, когда внешний атрибутик. Эти люди выходят вместе с палестинцами на акции. Поэтому нельзя вот такое отношение ко всем. Да, я согласен, конечно, их будет меньше, чем евреев с произраильской позиции. Конечно, их будет меньше. Но они есть. И их тысячи. И поэтому нельзя сегодня всех приравнять, всех под одну пускать. Короче, это очень губительная тенденция. Антисемитизм – это очень губительная вещь. Я понимаю, что когда происходят вот такие события, как сейчас на Ближнем Востоке... Нет, вообще даже не так. Когда идёт вот такая кровопролитная война, то очень серьёзно отодвигается вот это окно Авертона, расширяется. И это в целом на весь этот мир оказывает очень негативное влияние. То, что до этого было недопустимым, например, ценность даже одной жизни была очень высока, то когда ты видишь, что тысячами просто уничтожаются люди, тысячами их убивают, то вот эта вот ценность жизни, она перестаёт быть такой актуальной, понимаете? То есть мы и так устроена психология и конкретного человека, и в целом человечества. Когда ты привыкаешь к чему-то, то тебе уже не кажется чем-то необычным, экстраординарным, когда, значит, кого-то убивают. И это очень плохо. Потому что, если, например, депортация, скажем, одного человека, например, из европейской страны в Россию, или в другую страну, где этого человека могут убить, в его отношении могут применяться пытки, насилие, бесчеловечное какое-то обращение с ним может быть, если это, вот эта вот угроза депортации одного человека была недопустима, люди на это сразу обращали внимание, СМИ, правозащитные организации, в целом общество, как бы оно ни любило этого человека, но они, вот эта вот его жизнь была для них ценна, то когда они видят, что тут идёт бомбардировка и, значит, тысячами гибнут люди, они видят детей, женщин, мёртвых. И вот эта вот, вот эта угроза депортации этого человека, его жизнь, она перестаёт быть такой ценной, понимаете? Вот это общество, которое наблюдает за этим, оно начинает проще относиться к смертям, к ужасам. И уже не обращает внимания на возможную депортацию такого человека, на какое-то возможное нарушение прав в тюрьмах, на пытки, на убийства какие-то, понимаете? Уже человечество перестаёт обращать внимание. И вот это вот, это побочный эффект войны, это очень плохо, и уже так происходит. И надо постоянно себе напоминать, что это не норма, надо возвращать себя к реальности, к ценности жизни, напоминать себе, что потому что здесь умирают люди, это не значит, что теперь чья-то кровь там невинных людей стала дозволенной. Воюющие между собой стороны, они убивают друг друга, но в этой войне не должны страдать мирные, мирное население не должно страдать. И воюющие стороны всегда должны учитывать то, что мирное население может пострадать. При нанесении каких-то ударов ни в коем случае нельзя наносить удары по мирной инфраструктуре, по мирным людям. Это правила, которые нельзя игнорировать. К сожалению, сейчас Израиль официально уже открыто это всё игнорирует, уничтожает мирное население, но ответом на это не может быть уничтожение мирного населения Израиля. Понимаете? То есть нельзя сказать, так, вы там мирных людей убиваете, теперь мы здесь в Махачкале будем там убивать мирных евреев. Понимаете? Это недопустимо. Такого подхода быть не может. А может они приедут в Дагестан и создадут своё государство в Дагестане, как в Палестине. Евреи, как беженцы, пришли в Палестину 70 лет назад с Европы, их выгнали, а Палестина их выютила и получила. Поэтому давайте я, наверное, абсолютный бред комментировать не буду и отвечать на это. Не будем как бы в маразм куда-то уходить. Так, у меня были сообщения в эфире. Так, спасибо, что живой, я очень рад тебе, дай бог силы и здоровья, тебе это единственная надежда на будущее. Спасибо, конечно, но это, по-моему, перебор насчёт надежды на будущее. Саламу алейкум, марш вогл Ваша, заметил, что прозвища Дустум больше не используют. Валякум асалям. А у него сейчас новое, Дуслык. Он теперь Дуслык. Саламу алейкум, Тумсо и всем достойным. Народ, проблема не у Тумсо. Недавно был эфир у Шевченко, было так же. Походу, проблема в самом Ютубе. Да, это, видимо, был какой-то перебой, но сейчас вроде бы всё восстановилось. Валякум асаляму, Доброкат. Валил, как ты себе объясняешь то, что европейцы открыли границы для миллионов украинцев и даже селили своих дома, но ни одна арабская страна не открыла границы для палестинцев. Шейхи просто наблюдают. Я, к сожалению, себе это не могу объяснить и не хочу, честно говоря, даже себе это объяснять. Я не знаю, чем они там руководствуются, какие там могут быть политические цели. Я понимаю, что людей там нужно спасать. И любая позиция любой страны, которая препятствует спасению этих людей, эта позиция неприемлема. Продолжение следует... Продолжение следует...